Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс, на котором мы разбираем текстуры с точки зрения иврита. Сегодня, несколько минут назад, закончился пост Идалии, третья тишрея, и я успел только выпить кофе, но еще не успел подкрепиться. Тем не менее, мы начинаем наш замечательный урок, и сегодня у нас глава, которую, как ни странно, оказывается, мы не рассмотрели. Этот недельный раздел «Гаазину» может считаться самым читаемым в Торе. Представьте себе, хоть мы о нем такого и не знали. Почему он самый читаемый? А вот обратите внимание, мы его читали на прошлую неделю, да, читали, но на субботу выпал «Рошашана». Поэтому в субботу мы не читали недельную главу «Гаазину». Теперь мы читаем «Гаазину» весь этот шаббат. Теперь следующий шаббат мы, наверное, и таки его закончим. Да, но так часто бывает, что суббота «Гаазину» выпадает на, допустим, на емкий пол, тоже она может выпасть. И тогда что получается, что мы читаем понедельник-четверг, потом снова понедельник-четверг и суббота. Как-то вот так. Поэтому глава хоть она и не очень большая, она представляет собой один параграф, 32-й параграф книги «Говорим». Вот, но она очень глубокая. И кроме того, сам параграф очень длинный, в нем всего 52 пасука. Поэтому еще раз поблагодарим Анну, она подготовила нам материал. Сюда входит сколько, Анна, 27, да? Да. 27 фраз. И дай бог, мы успеем, ну, хотя бы больше половины из этого. Потому что сам текст довольно сложный и много новых слов, по поводу которых мне хотелось бы кое-что сказать. Так, мы надеемся, что к нам еще участники. Но пока мы начинаем вот в таком количестве. Так, еще раз поздравляю всех участников и вообще всех наших товарищей с Новым Годом. И, значит, после первой молитвы Роша Шана уже не говорят «Лет Шана Това Тик Катэ». Только абсолютные праведники, ну и абсолютные грешники тоже получают и запись, и, что называется, печать в этот день. Тем самым, если мы скажем такие слова, мы выскажем сомнение, да, что наш собеседник является абсолютным праведником, да? А надо все-таки таковым его считать. Поэтому говорят какие слова? Вот мои пожелания. Итак. Тут весьма такой поэтический, можно сказать, высокопарный слог, и встречаются довольно редкие корни. Вот, например, слова «га-азин». Ну, мы помним, что зеленым фоном выделены слова, которые здесь объяснены. Мы знаем слово «озен» – «ухо». «Ознай» – «озниет» – это наушники. «Мознай» – это весы с двумя чашами. «Мознай» пишется тоже с «алифом». «Алиф» – корневой, он не пропадает. «Га-азину» – это буквально «слушайте», «внимайте». Итак. «Внимайте небеса» – «ва адабера» – «и буду я говорить». Вот здесь полная форма будущего времени. Сэй на конце. «Ва тишема га-арец» – «и услышит земля им рейпи» – высказывание, то есть говоримое устами моими. То, что я говорю моими устами. Вот такая фраза. Ну что же, Анна, которая подготовила нам материал, сейчас, наверное, поможет нам разобрать способ бета. Слушаем. Так. Так. «Я-ар-ов» – «каматар» – «лакхи» – «тазаль» – «каталь» – «имрати». «Ликхи» – «тизакав», да. «Лакхи». «Катар-им» – «катар-им» – «алай-деше» «Вэкер-вивим» – «алай-эс». 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 «Алай-эс», да. Так, ну вот Слово я оров Слово я оров имеет место быть Как только чья-то шея В словаре Да, да, голову Отрубание головы Да, да, да Вот Поэтому сам Раши пишет Что это что-то типа Как капать или течь Или как-то такое изображать Из себя Источать каплями Раша приводит пример Другого корня, который получается Из этого перестановкой букв Такое бывает в Иврите Но не всегда мы видим связь Тем не менее, Рашим вполне доверяем Итак Будет капать как матар Это Ну, в Тейлим действительно Слово с таким корнем Приводит два примера Вот, значит, закапает Как матар, как дождик Лэкхи, лэкхи Это, оказывается, урок Или некая речь Речь Вот Совершенно верно Да Дальше Так И, соответственно И заль Это потечет Ну, зал Залат Как залат Калапудваш Заваль Заваль Нет, там заваль А тут заль Заль Тем не менее, словарь Но говорю, что это именно течь Каталь Это я вручу Да, да, да А, есть слово Назилав Иврите Про течка Не про вас бы сказано, например В Назиль Гизиль, да Тазиль Каталь Слово Таль Таль Это роса Потечет Но опять же Закапывает Потечет Как роса Речь Моя Имрати Да Касаирим Алай Деше Но Саир Ну Раша опять же Питает Что Саирим Как-то восходит К слову Саара То есть ветер Да, ара Саара Совершенно верно Идет речь о дожде Правда Буря скорее Да Некая буря На дыше Это тоже Ну как лужайка Если эсов Это как Отдельные травинки То дыше Это как Изделие Вроде как-то так Икаревивим Алай эсов Но ревив Это тоже что-то Что-то капающее Но в словаре Тоже Ревивим Да Дождевые капли Есть улица Да 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 Как-то красиво Очень Касано Конечно Да Очень красиво Образно Так метафорично Спасибо Анна Все совершенно верно Да Мы наблюдаем Некие метаморфозы С Евгением Почему-то То на лбу У него появляется Ладонь То какая-то Улыбка Между глазами Да Ну ничего Ничего Мы Я отключу туда Видео Чтобы оно Не всмущало Никого Как Как Сочтете Так Пожалуйста Евгению Мы дадим Гимел Держите Когда имя Господне Я произнесу Произнесу Воздавайте Получается Вы Воздайте Да Ну Величие Слава Да Богу нашему Богу нашему Совершенно верно Некоторых Фразов Некоторых Седуров Ей предваряется К примеру Молит Да Да Амеда Минхи Вот этой фразой Но Но не во всех Да Совершенно верно Значит Ки здесь можно понять И когда И поскольку По причине того Что да И то и другое верно Спасибо Теперь Я перешел Вам Далет Это все Говорится Про Всевышнего Цур Скала Твердыня Тамим Тамим Совершенное Цельное По Оло По Оло Это действие Его Да Да Вот Раша указывает Что В этом случае Ки В значении Кашер Когда Когда Все Дороги Его Мишпат Мишпат Это Суд Да То есть Согласно Согласно Праву Так По праву Вот Это слово Кель Это как часть Имени Элоким Да Это Бог Правды Эмуна 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 Бог веры Да Вэйн Авэль И нет И нет Зла Злодеяния Его Слово Авэль Да Буква Ва Звучащая Праведник И Прям Он Вот Буквально Так Теперь Прошу вас Анна Эй Шехэт Ло Ло Банав Мумам Дор Икеш У Петальтоль Интересно Такое выражение Шехэт Это некое Губить Что-то Нечто Какая-то Погибли Испорченность Или Разращенность Получается Что-то Что-то Типа Порок Ему Нет То есть Не Бог Нет в нем Нет в нем Порока Или порок Принадлежит Не ему А Сыновья Его Мумам Испорчены Мум Это Некий Дефект Да 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 Верно То есть Не Всевышний Что-то делает Если там Что-то не так Вини не Всевышнего А вини себя Потому что Да Это как В известной истории Сосед Робинович Что с соседом А вы не знаете Про соседа Нет Вы напомните В конце Я расскажу Дор Экеш Экеш Это что-то кривое Поколение Кривое Искривленное Да Да Петель Толь Петель Толь Да Пишут Это вот Некий Пример Удвоения Слов Слово Петель То есть Какое-то Петля Или Какое-то Фитиль Да Ну как Слово Фитиль Это арабского Слова И соответственно Похожий Корень Вот Это Кривленное Да Это Займенно Арабское Слово Естественно Это не то Что там Просто Реально Вот И есть Соответственно А тут Одно Такое Вот тоже Кривое Искривленное Судя Потому Да Судя Потому Что Производит Раши Это Слово От слова Фитиль Как Скручивают На самом деле Фитиль Это скорее Не Лента Матерчатая Как Мы ее себе Представляем Или Скажем Что-то Типа Мура А в качестве Фитиля Для Масляной Лампы Брали Обыкновенный Обыкновенную Тряпочку И Здесь Очевидно Тоже Такое Извитое Скрученное Не прямое Итак Смысл Какой Получается Ну Поколение Кривое Извитое Скрученное В общем Не прямыми путями Ходят А пытаются Где-то там Пролезть А за Скрученной Рыкой Скручено Скручено Вот здесь Обратите внимание Что это не Два слова А одно слово А вот это Ага Мы об этом поговорим Это Задается вопрос Это не определенный артикль Итак Ле Адонай Тигмэлю Зот Ам Ам Наваль В Льоха Хам А Алло Ху Авіха Канаха Ху Канеха Канеха Ху Асеха В Єхонене Єхонене Да Да Ги Ва Єхонене Ха Ва Єхонене Ха Господу Вы Вы Воздаёте Это Это Как вопрос Да Галэ То есть Всевышнему Ли Вы Воздаёте Да Негашем Это Богу А Галэ Народ Недостойный И неразумный Да 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 Белоха Хам И тоже вопрос Разве Не Разве Не Осец Ли Он Канеха Смотрите Перевод Что даёт Да Приобретший Тебя Приобретший Тебя И он же Создал Тебя Да Установил Тебя Учредил Тебя Да Учредил Да Укрепил Поставил на место Да Совершенно верно Здравствуйте Людмила С Новым Годом Вы готовы Если да Мы Передадим Вам микрофон Пожалуйста Буква Зайн И я убираю Курсор Прошу вас Захар Захар Йемот Олам Біну Шнот Дорвадор Шеаль Авіха Ви Ягдеха Ягедха Пробуем Разобраться Вспомни Сутки Вечные Йемот Да Это как множественное число От слова День Дни Дни Да Дни вечные Вечные Между Годами Ой Поколений Нет Біну Я думаю что біну Это слово легавин Поймите Поймите Как императив Да Поймите Мы даем дословный перевод Если не получается смысл Нас это не надо волновать Біну Это поразмыслите Я что-то не дала перевод Разуміться Поразуміться Спроси Спроси Да-да-да Говорит Спроси отца своего И скажи И скажет Он скажет Он расскажет И скажет Он тебе Старцы твои Старцы твои Да Старцы твои И сказали тебе Нет И скажут тебе И скажут Да-да-да Совершенно верно Все правильно Все правильно Спасибо Так Хорошо Теперь я беру себе Так Минуточку Да, конечно Уже хэт Уже хэт Бе-ганхель Эль-йонго Им Бе-гафридо Бней Адам Яцев Гэвулот Амим Лэ-миспар Бней Исраэль Так Гинхиль От слова Нахала Не Полупить Во владение А Передать Во владение Так Бе-ганхель Бе-ганхель В то время как Передавал Или передавая Буквально В наследие Кто перезавал Эль-йон Высший Да Гоим Гоим Так Народы Да Бе-гэфридо Гефрид Лэ-гэфрид Это Отделять Разъединять Гафрада Разделение Да Прейда Это Прощание Так Бней Адам Когда Разделял он Сынов Адама Так Сынов Человеческих Яцев Гевулот Яцев Это Выставить Установить Надежно Так Установил он Границы Амим Народом Да Лэ Миспарбны Израэль По числу Сынов Израиля Да Здесь Раша Привозит Аналогию Семьдесят Душ Сошли в Египет И семьдесят Языков Семьдесят Основных Народов Да Перечисляет Глава Нуах Произошли От Нуаха И от Его Второих Сыновей Да То же самое Число Семьдесят Ну Вообще Интересно Что Почти Каждый Народ Имеет Своих Евреев И Евреи Разные Нужны Евреи Всякие Важны Да Есть Евреи Американские Есть Евреи Русские Есть Евреи Скажем Марокканские И так далее И так далее Вот Такая История Есть такое Выражение Что Каждый Народ Имеет Тех Евреев Которых Заслуживает Может Быть Да Хорошо Теперь Тед Пожалуйста Анна Нам Доставились Хорошие Евреи Качественные В России Хорошие Евреи Жили Качественные В общем То да Они Меня Более Устраивают Но Может быть Это Субъективно Я Просто К этому Привык Но Так Хорошо Ибо Доля Всевышнего Народ Его То есть Хевель Доля Якова И наследие И наследие Его Да Хевель Это Буквально Канат Веревка Да Как сказано Хевель Написано Про Вервие Что-то Такое Вервие Да Вервие То есть Сравнить Евреев С веревкой Всевышним Всем народом Что-то Да Но вот Взял себе Евреев Как Самых Качественных А вот На веревках Да Ну да Так Ана Помните Вы В Когелет Хевель Хавалим А коль Хевель Не помните Не помните Там Не все веревка А все Суета Правильно Правильно Мы с вами Различаем Эти буквы И по написанию Хевель И по звучанию Да Совершенно верно Я знал Что Анна Не попадется В этот капкан Поэтому я Без опасения Ей это Хорошо Так Хорошо Ну наверное Евгений Тогда Юд Да Евгений Емца Эху Баэрес Мидбар У В Тоху Елэль Яшимон Є Со Вэвэну Є Є Вонэну Є Вонэнэху Є Рэнэху Кэ Ишон Ино Совершенно верно Видите Опять Сплошная Должен вам Открыть маленький секрет Когда мне приходилось Читать Тору Мне очень выручало Знание Иврита То есть Глядя на слово Я его узнавал И прочитывал Но вот В таких Сложных Фразах Где используется Такой Высокий Поэтический Язык Полный Метафор И вот таких Специфических Форм Да Мне это Не помогало Это было Сложновато Это я к тому Что Не удивляйтесь Что мы все Запинаемся Читая Вот Фразы Этой главы Пожалуйста Евгений Да Йимца Эгу Как говорят Нашел Его Да Зрив Корень Здесь корень Мацан Мацан Мэмцади Алиф Означает Нашел Йимца Эгу Его Я найду Это как бы Будущее время Но Поэтические речи Часто Будущее время Переводится Прошедшим И наоборот Так Да Дальше Тогу Тогу Вабогу Вы наверное Помните Да Да Из Барбариши Да Да И в пустоте И Элель Плач Завывания Элель По пустыне Может быть Ветер Да 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 Пусто Да Прямо вот Читая эту фразу Мы слышим Как ветер Завывает На пустоше Да Дальше Он Окружил Его Да Да Так Окружил Да Окружил Его Не Не Да Да Вот Здесь Объяснение Слова Бина Понять Умом Да Да Окружил Его Опекать Вообще По смыслу Опекать Тоже Оберегать Опекать Не знаю Бина Бонен Да Бонен Я допускаю Что здесь Не имеется ввиду Корень Бонен Да Строить Что-то Строить Создать Да Да Что Бонен Имеет Корень Бет Ну Гей Но иногда Бывает Что Корень Которым Вторая И третья Буквы Совпадают Да Вот Они иногда Склеиваются Иногда Как мы видим Еще и Гей Другается Да Вполне Возможно Отстроил Его Да Ец Ре На Бу Так Ец Ре А я Суживать Окружать Да Да Получается Так По комментариям Сказано Что Окружал Такими Облаками Славы И прочими Хорошими вещами Заботился Ага Понятно Да Позаботился Да Со всех сторон Так К Ишон Айно Вот Ишон Мы Понимаем Как Зрачок Да Да Ишан Бат Айн Иногда Говорят Да Как Зрачок Зрачок Наиболее Оберегаемая Часть Глаза Да И окруженная Чем Радужная Оболочка А потом И белком А потом И веками И так Далее Да Как Зеница Ока Зеница Ока Точно Лучше Зеница В руке Чем Журавль Правильно Анна Меня Обычно Поправляет Вот Здесь Анна Чем Смолчает Так Ну Хорошо Будем Считать Что Так Замечательно Так Пожалуйста Ют Алиф Чей Людмила Я уже Уврал Усо Аль Гозалав Йерахеф Ифрош Кеннафав Икахеу Да Ишаэу Аль Ахва Эвра Эврах Эвра Эвра Да Правда Тут Син Да Ифрош Кеннафав Кахеего Эта фраза Вам досталась Тоже зеленая Я ее знаю Немножко лучше Потому что Ее произносят Когда надевают Талит Гадоль Вот Женщины Не занимаются Этим Поэтому Давайте Я попробую А вы мне поправите Да Да Конечно Именно Как разбуженный Орел В гнездо Его В принципе Наверное Правильно Я Ир Лега Ир Да Как он Будет Гнездо Как он Пробуждает Своё гнездо Потому что Есть Объяснение Объяснение От Рашид Анна Я не двигаю Текст Посмотрите Вы у тебя На На Птенцов Его Да Ну скажем Что орел Так очень бережно Летает Это сказать Над птенцами Парит Как бы Да Наверное Да Ерахеф Это парит Да Ефрос Это тоже Что-то Простирает Крылья Простирает Его Крылья Совершенно Верно Да От слова Кахла Каха Даёт Даст Ему Берёт 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 Да Его Да Иса Эго Носа Несёт Его На На Эврато Эврато Давайте Посмотрим Эвер Да На Органе Своём А там ещё И крылья Можно На его Крылья Да Да Считается Считается Что Все птицы Переносят Птенцов Если надо Держа Клювом Но Орёл Сажает Их На Крылья Сверху Почему Потому что Сверху Орёл Никого Не Боится Если Мне Напомнят В конце Я расскажу Замечательный Анекдот Вот С Использованием Этой Метафоры Так Да Спасибо Людмила Всё замечательно Получилось Так Несмотря На то Что Талис 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 Годоль Я Анилы Да Действительно Когда Вот Надевают Его Собирают Вместе Два Края Закидывают Так Чтобы Кисти Оказались Перекинуты Через плечо Это действительно Чем-то Напоминает Вот Такую Летящую Птицу Вот Такой Жест Гашем Бадад Янхейну Вэйн Имо Эль Нейхар Всевышний В одиночестве Одиноко Янхейну От слова Леганниях Леганниях Его Ага Расположит Его Это всё Говорится Про Отношение Бога К своему Народу Расположит Его Вэйн Имо И нет Рядом С ним Бога Чуждого Чужого Бога Чужого Вы почитайте Ещё один Чтобы так У нас было Потом Короче Удовольствуем Ютгимил Пожалуйста Чтобы никому Не было обидно Ярки Вэйгу Альбом Тей Арец Ва Йохаль Тну Вот Садай Ва Я Ярки Вэ Гу Значит Рахав Рохев Это Сидеть верхом Как например На велосипеде А Марки Это Сажать верхом Считается Надевать Очки Используется Вот этот Глагол Гив Или Как Очки Сидят На носу Как Всадник На лошади Мне не очень Лестно сравнение Носа с лошадью Но Это Вот Чем-то Процесс Похож Посадил Его На На высоты Земли Обратите внимание На это слово Мы с вами Привыкли К тому Что вот такая Огласовка Хатав Камац Ставится Исключительно Под Гартанами И более того Только под И то очень редко Например Слове Цогурай Да Но Грамматика Танаха Немного Отличается Из-за того Что здесь Камац Катан Извините Хатав Камац Вот этот Камац Мы понимаем Что это Камац Кацар То есть Камац Который Читается О Поэтому Бомотей Ну слово Бомот Мы знаем Да Это Возвышение Возвышенности А Бома Это еще и Сцена Так На вершинах Земли Ва Йохаль Ну вот Садай И Так Йохаль И будет Кушать Урожай Полей Садэ Да Садай Полей Моих Вай Яникееву От слова Йонек Йонек Это Грудной Младенец Что Означает Этот глагол Питаться Молоком Так Будет Сосать Мед Мицела Из Скалы И Шемен Оливковое Масло Да Мехаламиш Сур Из Скальных пород Из Кремния Вот Такая вот Интересная история Так Я накормить грудью Шемен Халамиш Да Все Так Анна Ваша Да Так Хамэр Хамер. Хамер. Интересно. Значит, хамат это у нас сливочное масло именно. Это масло, наверное, да. А бакар это корова. Как сказано, но какой же ты чудак, для чего курить табак? Это вредно для здоровья. Лучше масло ешь какое? Коровец. Кто-то у нас тут говорил, кстати, Юля, что где-то она читала, что в древности ему от коров там брали только мясо, а молоко и масло тем более из него не делали. Я слышал такое, да. Тут сказано про коровье масло. Значит, каким-то образом... Нет, я слышал такое, что не пили молоко, а молочные продукты делали вполне сырые. Наверняка и сметану. Так, значит, вы хелевцон. Ну, хелев, видимо, молоко, овечья. Хелев, это может быть... Хелев, это еще может быть и жир. Это жировые отложения, да? Дальше идут бараны. Молоко... Да. Сложно представить. Как от козла молока, да? Как от козлов молоко. Харим, это бараны, которых от козла. Харим, это прям какие-то тучные бараны, особо тучные. И Айлим тоже бараны. Да. Жир баранов все-таки. Да, да. Молоко. Да, да, да. Башан, это... Это Башан, это место, где... Да, там скот пасся очень хороший, такой тучный тоже. А Тудим, это козлы. Но словарь слова этого почему-то не знает, хотя это вполне себе библейское выражение. И очень даже часто после козел встречается. А Тудим хамиша, да. Восибнышана хамиша. Да, козлы вот козлы. Приношли. Хелев, опять же, с каким-то... Хелев клеет хита. Да, ну тут получается какой-то... С жиром, да. С жиром этих пшеничных почек. Ну, видимо, пшеница какая-то супер тучная. Ну, тут, правда, почки-почки пшеницы. Ну, да, да. Я думаю, что имеется в виду, да, пшеничный сок. Это что такое? Это водка. Ну, да. Вряд ли тогда додумывались на таком. Мне кажется, вряд ли. Там виноград. Да. Знаешь, что... Так. Кровь винограда будете пить. Это вот... Да. С обратисти. Это мельной. И, значит, вот он так все всячески его благодетельствовал. Вернее, Широбейн. Он говорит, что в будущем это все будет. Ну, как бы дальше пойдет не очень приятная история. Ну, да. Будете пить. И хомер это некий алкогольный напиток. Кстати, в арабском языке хомер это... Понятно. И вы знаете, да, даже двустишие про хомер. Да, но там другой. Да, там другой хомер имеется в виду, но тем не менее. Да, у слова онаэнав, да, онавим, это в современном виритете виноград. Да. Так. Хорошо. Замечательно. Так. Тет, Вав, Евгений, ну, я предполагал, что мы даже вот половину не успеем разобрать, даже весь материал, который подготовлен, мы до конца не дойдем. Ну, сколько сможем. Пожалуйста, Евгений, Тет, Вав. Ва-Ишман, Ешурун, Ва-Ифтат, Ва-Ивамат, Ва-Ивамат, Шаманта, Аавита, Касита, Ва-Иташ, 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 Элога, Аса, Асагу, Асагу, Ва-Инабель, Цур, Да. Ва-Ишу-А-То. Ешу-А-То, Совершенно верно, да. Тут тоже понадобится, да, понадобится помощь. А, Ешу-Рун, да. Ешу-Рун, это что такое Ешу-Рун, да. Это одно из имен еврейского народа. Здесь оно так используется, да. То есть, как имя образное всего народа, да, и уточнел буквально Ешу-Рун, да, Ва-Ивамат, да. А что за отборение Ешу-Рун? Ешу-Рун, это что-то, а за кого слово происходит? Какая сессация? Я не знаю, по идее должен быть корень Шин-Рэш-Нун, но я не помню, что он где-то используется. Вариант, как что Ешар, он ходит прямой. Он ходит прямой, такой правильный, прямой, положительное наименование даже. А может быть от Ешар? Я слышала такой вариант. А, возможно, да, возможно. Может быть, есть какие-то другие, но вот такой есть. Согласен, да. А это не может быть от Арамейского какой-нибудь там Шин заменяет ТАФТ-ЮТ-Р? Ну, это я так, просто какая-то идея вдруг пришла в голову. В Арамейском, наоборот, там вместо Шин бывает. Слад как вместо Шалоши. А, ну да. Ну да, а тут как бы, ну ладно, неважно. То есть просто, если в Арамейском было бы ТАФТ-ЮТ-Р, похоже, интересно, интересно. Верно? Да, и стал он ударяться ногой, брыкаться. Да, да, как сказано, а Пепер Малдеев легался ногой. А вы знаете этот стих? Какой? Про Пепер Малдеева. Ну, я надеюсь, к следующему занятию вы его найдете. Ой, Господи, лягался ногой, да. Дальше Шаманта. Растолстел ты. Точно, это не слово Шаман. Дальше. Авито. Это тоже не название фильма, мюзикла, да. Есть такое авито, да. От слова ав через ай, это значит густой, да. Как сказано, например, про Муша, когда он сходил на гору, густой туман, да. Авито, стал ты. Тучным, рожевел, да. Твердым, может быть, да. Загустел, да. Дальше, косита, объясняет Раши. От слова кисе, косе, масте, покрыть, да. То есть, покрыться жиром. Тут сразу не вспоминается двойного подбородка. Такие же несколько синонимов подряд. Да, да, да. Так бывает. Дальше. Я оставил Бога. Да. Осагу, который создал его. Совершенно верно. Вот это слово некоторые читают как эло-ага, некоторые как эло-га. Допустимо. Да. То есть, это как бы может быть, что это потах-ганут. Я объяснял, да. Дальше. И что-то он оскорблял, бронил. Да, да, да. Калут Вердыню Ишуа спасение его. Интересный здесь переход, да. Здесь третье лицо, потом второе лицо, да. Потом второе лицо, а потом третье лицо. Вот так. Да. Спасибо, спасибо Евгений. Так, ну ладно, я продолжаю, я читаю вам этот зай. Слушайте, а Людмила? Ну и Людмила, конечно, это просто я посмотрел на обзор. Надо было с вопросами вылезать, как будто уже галочка поставилась. нет, 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 мы не чаем. Я киньи угу без безарим бытоэ вот я ях и сугу. Да. И завидовали они? Да, гу, ему. А, или ревновали? Нет, эфиль, вызывали в нем ревность. Вызывали ревность чужими. Чужими, да, да. Видимо, поклонялись, да? Да, высаживали, да, вызвали. Это тоэв, тоэва, тоэва, это сейчас. Мерзость, гадость. А, мерзость. Угу. Серделье его. Не, не, сейчас, минуточку, нет, это сильная привязанность, как это, страсть, да. Нет, страсть, это будет через альф, а это будет через альф, айн, это гадость. А кавра, это как кивра, это через альф. Творительный падеж, видимо, да, Бета. Да, кем-кем, да. Мерзость. Мерзость. Людмила, хотите второй взять? Давайте. Серделье его, да? Да, у нас просто больше коротких. Спасибо. Ой. Избэху поседим ло Элокима здесь? А, Элло, ага, давайте почитаем. Это тоже имя все вышло? Да, да. Ну, Элоким, Ло, Едаум, Кадашим, Миккаров, Бау, Ло, Шарум, Саарум, Ой, Саарум, Авотехэм. Да, да, да. И заклинали и заклянут? Нет, Завах это принести в жертву, зарезать. Заклонение, да? И резали жертву, приносили жертву кому? Ла, Шайдим, Бесам. Просто не знаю, как это сказать, заклянут, не то получится, да, если в будущем? Да. Будут, не знаю, как в будущем сказать по-русски так. Ну и возьмите вариант, да, приносить жертву. Приносить жертву? Жертву. И принесут жертвы кому? А, Бесам вот этим. Да, Не Богу Всевышнему, не... Не Богу. Дальше. Богам, Ло, Едаум. Богам всех. Ну что-то в словарике есть, но не видно. Ага. Э, Ло, Га, Идаум. Ну со знанием, да. Да. Которых не знали они, то есть раньше даже не знали, что такие, да, да, Хадашим. А вот что, что это за форма? Едаум. Едаум, Едаум, или Едаум знали, А, это страдательность. Пассивно, да, пассивно. Да. Нет, почему не знали? Тут повсюду активно, Едаум, Еда, Еда знать, Едаум они знали, а Едаум... Этих богов они не знали. М это их. А, я поняла. У это множественное число, а М это их. Угу, да. Мы знали их новых. Да. Вблизи. Не коров, из тех, которые вблизи, да. Пришли они. Угу. Не Саором. Это вот слово Саорим, это вроде по смыслу бояться, но я что-то так и не нашла ничего подходящего для него. Угу, угу. Так, Лэша Эр. Смотрите, Саор, это еще и волосатый, и так называли, козлов, и так называли идолов, которым, да, поклоняли. Не идолов, а отцов их? Лос Саоримо. По смыслу, не кто с тем каким-то богам, которые отцы не боялись, или отцы их не знали. Либо не боялись, либо которым отцы не приносили жертв. А почему Саорум? То есть, ну и даже не тем, может быть, идолом, то есть вообще каким-то новым, даже не тем, которые... Да, 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 именно так, да, то есть их отцы вроде бы все делали правильно, а вот эти вот, откуда они взяли каких-то новых идолов от народов, которые вблизи, позаимствовали. Может быть, вот это имеется в виду. Нет, они тут сказаны, что вот Раша отмечает специально, что евреи таких богов придумают, которые даже язычники знать не будут. Они будут говорить, что это еврейские какие-то идолы, потому что это не... Ну да, ну да, понятно. Так. Спасибо, Людмила, все правильно. Юдхет, наверное, я, да? Тур-Еладха-Тэши-Ва-Тишках-Эль-Мэ-Колэ-Лэ-Ха. Скалу, которая породила тебя, Тэши, ты забыл. Вот есть объяснение, запамятовал, да? От какого корня? От слова Таш. Понятно. Ва-Тишках, это тоже значит забыл, да? Бога-Мэ-Холэ-Лэ-Лэ-Ха. Так? Мэ-Холэ-Лэ-Ха. Вот странно, которая оскорняет тебя. Это я, это мой дурацкий перевод. Почему-то я, видимо, думала, что с ним делать, видимо, по смыслу. Тут, говорит, создал. Почему? Есть какое-то другое значение, холаль? Его, видимо, нету, но по смыслу, который тебя создал. Почему холэль? А хилэль? Нет, 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 это не очень хорошо, да? Хилэль, холаль, не знаю. Единственное, что приходит в голову, хололит, это флейта, да? Играла флейт, тоже не то. Да, ну ладно. Ну, имеется в виду, что, конечно, забыл Бога, который тебе благоволил. Так, ну хорошо, хотите мне дать еще йотет? Давайте. Беру йотет. Ваяр адунай ваин ац микаас нав умнотав и увидел Всевышний ин ац, да? И ну я не знаю, оскорбил от гнева. А, и был оскорблен, очевидно, по смыслу, да? От гнева. Понятно. От гнева сынов и дочерей его? Угу, да. Трудно. Именно так, от того, что его разгневали его сына и дочери. Видел, что я вышел и разгневался. Да. Ну, тогда еще смысл как-то складывается так. хорошо. Теперь, теперь кав чей? Мой. Давайте. Вайомер астера панай мигэл вээр э ма ахаритам кидор тах пухот хэма баним ло эмун бам и сказал крою-ка лицо от них и посмотрю какой будет их будущее. Ахаритам, да. Ибо поколение изменчивое они, а фах это меняется. Да. А фух. Сыновья нет верности и преданности в них. Да, да, да. Нет в них доверия и невозможно на них положиться. Совершенно верно. Спасибо, Анна. Ну что, давайте продолжаем. Продолжаем. Так, Евгений, как, Анна, прошу вас. М ки ки уни в льо эль ки а ки а цуни б а в в рихем в а в ак в ак не ак не а б льо а б бои на навал э 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 не был Богом. Да. Да, не Богами как бы. Не Богом. Да, тем, кто не Бог. То есть тем, что называли Богом, то, что Богом не является. Да, и гневали они меня суетой какой-то, пустотой их. Да, пустышками. Да, и я буду доставать им белоам тем, что не является даже народом. Да. Да, а именно Гоем. Это множественное число. Да. Народами. Нет, Гоем. Единственное число. Народом. Да. Наваль. Наваль. Да. Мерзким. Да. Буду их сердить. А, буду сидеть их. Да, вот тут, да, вот этот корень часто встречается. Киасу. Киасу. Да. Так. Ах и... Да, 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 верно. Да, спасибо, Евгений. Теперь, пожалуйста, Людмила. Кафф, пэт. Киэш, кадха, кадха, пи, ватикад, ад, шеол, вэтохаль, эрец, вивулах, ви вулах, ви вулах, да. Я просто пытаюсь мапик произнести. Да, да, верно. Ватлаэт, ватлаэт, телаэт, мозде арин. Мозде арин. Да, попробуем разобраться. Ибо огонь... Пылает. А? Пылает жаром. Пламенем пылает. Видишь, музыка идет, там пришли трамваи. Это я что-то не поняла. Это про трамвай? Ну, это я, потому что недавно запущен трамвай в Тель-Авиве, а Иерусалимский достраивается. Да. Это из песни какой-то, да? Это тишок, я его читала в первом классе на 7-й, наверное. Точно, точно, спасибо. Анна не дает мне... Ну, не расслышала, извините. Или плохо в первом классе училась. Мы с вами в разных первых классах, скорее всего, учились. Я еще в Тель-Авиве училась в первом классе. Да, вы, наверное, эти стихи не застали. В общем, пылает... Огонь пылающий, да. А в носом? Да, в носу мою, представляете? Как огнедышащий дракон, да? Но имеется в виду, что гнев мой пылает, как пламя. Пламя им пылает. И тикат тоже пылает, да, гореть? Тикат, да. Горит на... К Шиолу. Шиолу – это преда. До конца, до ада, до преисподнего. А, до преисподнего, нижнего. Нижнего, конечно, да. И съедает... Скушает, да. Ну, имеется в виду, сражается пыль, да. А скушает кто-то... Ты скушаешь или она женского рода? Это, наверное, третье лицо муж женского рода, да, форма одинаковая, потому что эш женского рода. Ага. Женского рода, она... И евулла поглотит ее, в смысле землю. Евулла – это урожай ее, земли, эрес тоже женского рода, да. Земли и урожай ее. Да. Это лагет. Это лагет, да, вот, пожалуйста. Лагет – гореть пылать. Уже третий сезон для пылать. Да, да. Есть еще один, есть слово баэр, беэр тоже пылать. Да, совершенно верно, да. И основы... Горим, да. Основание гор, да, да, да. Пустой основы гор. Да, да. Урожай ее. Да. Страшные вещи. Спасибо большое, Людмила. Так, теперь, очевидно, я читаю как имел, пожалуйста. Аспе, алеймо, раот. Хицай, да. Ахале, бам. Ух, как интересно. Аспе. Так, от слова легосиф, Юсиф. Я добавлю, да. Алеймо – вот это такая форма, часто встречается в дегелим. Вот этот суффикс. Мо – это как м. Я добавлю на них, получается, раот от слова ра. Да, горесть и бед. Так. Хец – это стрела. Хи – цай мои стрелы. Ахале – прикончат. Бам. Прикончат их. Жуткая история. Да. Пожалуйста, Анна Кавбинов. Кавдарин. Кавдарин. Да. Кавдарин. Так. Мизэй рааф лэхумэй рэшэф вэ кэтеф мирэви вэшын бэгэмот ашлахбам им хамат зухалей афар. О, да. Значит, вот тут говорится, что истощение, они будут истощены голодом. Да. Вот. И истреблены тоже какими-то болезнями. Раэшэф, раэшэф. А лэхумэй, ну тут вот мэглэхумэй, он возводит к слову война. То есть с ней будет тоже какой-то... Да, да, милхама. Воевать с ними будут... Так, воевать с ними будут раэшэф. Я забыла, что за слово такое у меня тоже что-то горит. Какой-то, типа, лихорадка какая-то. И истощать их будет тоже какая-то злая болезнь. Но вот, правда, кэтов мирэри раэшэф пишет, что это какой-то бес. Их будет стрелять. Да, сума, морог. Какие-то чистые силы какая-то их будет кушать. В общем, без всяких бед и несчастья. Так, значит, мореви... Сейчас скажу. И зуб зверей, пошлю на них. Да, причем используемо слово бэгэма, которое обычно означает домашний скотч. А, то есть так говорится, что ослы будут кусаться домашние, как дикие прям. И шисти-то видны. И хаматка, вот это вот захоле Афер, вместе с ядом, ползающих во прахе. А хаматка... Зохэль. Что-то горячее, но, видимо, какой-то яд, который будет обжигать. Присмыкающийся Зохалей Афар, да, во прахе. Да, страшная вещь. Да, это яд змеи. Ну что же, бывает. Так, спасибо, Анна. Два кусочка осталось еще, так что мы как раз все распеваем. Да, поставь я три кусочка. Да. Так. Каф, эй, Евгений, вы с нами? Евгений и последняя Людмила. Ну да. Просим. Мехуц, теша кель, херев, у меха дарим, эйма, гам бахур, гам бетула, у яво нек. Йонек, йонек, им их сэйва. Сэва, совершенно верно. Сэва. Извне их будет губить меч. Меч херев, да. Да, и вот это мы в комнатах. В комнатах, да. Эйма. Будет ужас. Да. Гам бахур, гам бетула. И парня, и девицу. Да. Йонек, это младенец, который питается грудным молоком. Йонек, да. Да, младенца и седого старца. И седой, да. Да. Вот всех это будет касаться. Ну, замечательно, нам осталось немного, мы добьем. Так, каф, ва, остается тогда Людмиле, конечно, да. Просим. А Марти, афэйхэм, 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 да. Ашбита, мэээнош, зихрам. Точно, да. Да, я сказал. Я сказал, да. Афэйхэм. Ну, вот Раши объясняет, что это недожин, что такое недожин. Он производит это слово пэа. Пэа – это край. Край поля пэа – это то, что не сжинают, оставляют беднякам. Да, сделаю их недожином. То есть, доступным всем, да. То есть, не буду их защищать. Любой может, да, присвоить их себе, да. Так, ашбита. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ишбит прекращается. Да, наверное, шаббат, да. Я прекращу от человека память их. Память их, да, да, да. То есть, что, да, что и памяти от них не останется. Мы разобрали половину большого и очень сложного, как мы видим, 32-го параграфа из книги Девари. Ну, с Божьей помощью мы встретимся на следующей неделе. Опять же, я делаю маленькое предупреждение, объявление. Мне должны поставить рабочие часы. Скорее всего, это будет в воскресенье вечером. Если так, то мы передвинем наше занятие, скорее всего, на понедельник. Если мне не поставят, еще и на понедельник. Если, да. Понедельник – это будет Йом-Кипур, так что мы никуда не перенесем. Следующий понедельник – это Йом-Кипур, а в воскресенье – это подготовка к Йом-Кипуру. Поэтому, в любом случае, мы встречаемся уже после Йом-Кипура, а следующее воскресенье – это Суккот, верно? Второй день Суккотов в детстве. Второй день Суккотов, но у нас он уже успеет кончиться к этому моменту. У нас, скорее всего, тоже. У нас, скорее всего, половина уже кончится до половины. У нас уже раньше, да? Понятно, понятно. Но я думаю, что мы спишемся и следите за объявлениями. Следите за объявлениями. Еще раз желаю вам хорошего года, веселых праздников, которые нам еще остаются. Гмарха Тиматова. И посмотрим, как мы будем учиться дальше. Всего доброго, счастливо. Счастливо, всем спасибо. Так, Рафа Леогу, нам бы с вами как-то пересечься на этой неделе. Я помню, я пока еще не записал. Я думаю, что у нас будет получаться по нашему расписанию. Сейчас я посмотрю. Значит, вторник у меня, скорее всего, забит. Вот, может быть. А среда, по идее, тоже забита. Вот, пока у меня относительно свободен четверг. Пока мне не поставили уроки. Четверг оттуда неплохо. Четверг вас устраивает? Да, устраивает хорошо, потому что у меня как раз... Ну, давайте я тогда предварительно перенесу Анну на четверг. Так, значит, это будет не 19-е, а 21-е. Вот так вот мы это отметим. Но пока как бы разом в порядке. Да, ладно. А какое время? В утром, вечером? Смотрите, смотрите. Четверг имеет быть. Сейчас я посмотрю 21-е. Чтобы не вышло, что потом у вас какие-то другие дела в это время окажутся. Я не знаю. Мне могут поставить все, что угодно и когда угодно. Вот. И тут мне уже не отвертеться. Вот. Но если так... Да. Много работы? Вверх у меня пока что свободен день и свободно утром. Вечером тоже... А вы запись выключили, Рафля? Запись выключили? Ой, я не выключил. Да. Я завершаю конференцию. Да. Так. Я что должен сделать? Я должен, наверное, остановить запись. Да, да. Вот так. Так. Останавливаю.